Деревня Ручи примерно 50 километров от Пскова. В этом населенном пункте несколько жилых домов. Вот в этом четвертом по левую сторону от дороги живут родные Димы Яковлева. Сам мальчик мог бы жить и здесь, если бы местные чиновники отдали его не американской семье Харрисон, а родной бабушке. Надежда Пауканин заявляет, она лично просила отдать ей внуку, узнав, что невестка оставила сына в роддоме. Сделать этого не дали местные чиновники. Скажите, действительно брали опекунство? Пытали взять опекунство над внуком? Да, я хотела взять над внуком опекунство, но мне просто сказали, возраст не позволяет. Надежда рассказывает, что пыталась спорить, пошла по кабинетам, где ей пригрозили отнять внучку, старшую сестру Димы Яковлева, свету. Не бегай, не проси больше, прикрой рот, а то и этого ребенка отберем. Все их слова. Ну что я могла больше дальше делать? Я успокоилась, я просто побоялась, чтобы от меня свету не отобрали. Однако те, кто курировал усыновление Димы Яковлева, сейчас предпочитают оправдываться, заявляя, что окончательное решение принимали не органы опеки. В органы опеки Псковской области родственники по факту установления опеки над Димой Яковлевым не обращались. Установление, установление усыновления проходило в Псковском областном суде. Все факты были исследованы судом. И на основании решения Псковского областного суда Дима был передан американским гражданам, супругам Харрисону. Главврач Печорского детского дома рассказала, что вторая бабушка, Зинаида Яковлева, якобы написала заявление об отказе от внука. Родные бабушка и дедушка по линии матери, у них был написан отказ. Вот бабушка Яковлева 51-го года и дедушка Яковлева 49-го года отказались принимать участие, и их письменное заявление, заверенное в органах, видимо, опеки, я сейчас не помню деталей, личного дела у нас нет, мы его отдаем. А 31-го октября, в тот же день, как отказалась мама, заметьте, написали такое же заявление. Сама Зинаида Яковлева говорит, что никаких отказов не писала. Она не может это сделать физически, так как давно потеряла зрение и с трудом различает окружающих. Я никого не писала, ко мне ни класса лечения. Все знают, что я слепая, нервизы, мне ничего не сказали. Губернатор Псковской области Андрей Турчак уже провел экстренное совещание, дав указания сотрудникам Следственного комитета досконально разобраться в усыновлении Димы Яковлева. В Москве ситуацию на контроль взял лично Павел Астахов. Дано поручение провести тщательную проверку этих обстоятельств. Если выяснится, что незаконно, необоснованно было отказано родственникам Димы Яковлева в опеке над ним, то, конечно, на мой взгляд, это тянет на уголовное дело. Родные Димы Яковлева подозревают, что их заявление об отказе на опекунство было подделано. То, что они молчали столько времени, объясняют опасениям за судьбу внучки. Надежда и сейчас боится, что чиновники выполнят свою угрозу и отберут у неё Димину сестру, Свету. Дмитрий Павлов, Сергей Ищенко, Александр Фёдоров. Вести. Сковская область.